Я коренный луганчанин, родился, вырос в Луганске, детство у меня прошло в Луганске. Там же в последнее время, до всех этих событий, которые произошли в марте-апреле 2014 года, находился в Луганске, работал на должности замначальника жертвного райотдела, начальника криминальной милиции. 20 лет я проработал уже в милиции, практически с 20 лет всегда работал в уголовном розыске, ну и возглавлял одну из подразделений уже, одно районных подразделений города Луганск. У нас есть у всех такое стереотипное представление о том, что луганская милиция, это как бы с ней все понятно. Много милиционеров служит сейчас здесь, на нашей стороне? На нашей стороне, ну я скажу так, порядка где-то 40%, 30-40% луганского гарнизона перешло сюда. Но это не значит, что все остальные остались там. Часть была уволена, вот, часть просто ушла из милиции самостоятельно. Ну и есть, конечно, часть сотрудников, которые перешли на сторону ЛНР и там несут службу. А можно сказать, что вот луганские силовики какую-то ключевую роль собрали год назад? Я скажу так, я здесь с самого начала, то есть когда была команда, поступила от генерала Науменко, выехать к луганскому гарнизону, вот, я со своими сотрудниками, мы выехали в город Сватово, и сразу, практически с первого дня мы включились в работу, то есть понятно, что на разных уже были должностях. Вот, ну, заходили мы в Лисичанск, освобождали, помогали, счастье, потом со счастья, вот, получается, конец июля, начало августа того года мы заходили вместе с броненными силами, с батальоном Киев-12, мы зашли в Луганск, вот, непосредственно я и группа добровольцев, милиционеров. И дальше продолжали активное участие в борьбе с сепаратизмом, поимке сепаратистов, террористов. А что случилось в то время, что случилось год назад, почему Луганск не взяли, как вы считаете? Я скажу так, 80-ка, 128-я, да, батальон Айдар, с той стороны стоял, это, получается, Новосветловка Георгиев-Галтугина, мы, батальон Киев-12, стояли в Красном Яру, Веселая гора, часть сотрудников, также МВД, принимала участие в освобождении станицы, там же закрепились, туда же зашли сразу батальоны МВД Львов, Чернигов, 128-я, вот. Луганск реально был в кольце. Была одна брешь у них, там, где было снабжение с Россией, это в районе села Пархоменко, были наведены понтонные мосты, откуда вся техника, в принципе, и поступала. Мы в конце августа уже надеялись, что зайдем в Луганск. На территории, там, где мы были, это территория города Луганск, это же ФНВ район города Луганска, у нас было порядка 100 человек вместе с брюйными силами, против нас было около 300 сепаратистов, вот. Но они были так раскинуты и... По Луганску? Да, вот, то есть по Луганску. Мы реально обходили блокпосты, мы реально заходили в Луганск, мы реально проводили разведку, спасали наших граждан, с плена спасали просто гражданских людей, которых находили там у них, вот они, когда, так они быстро оставили, рассматривали, что люди в подвале пооставались. В подвалах, там, закрытым их находили, выручали, то есть спасали. Задерживали, задержали ФСБшника, сотрудника ФСБ, который собирал информацию для сепаратистов, тоже передали тогда его в СБУ. Находили их не из схроны, схроны. Мы, в счастье, нашли порядка 78 тысяч патронов, только в одном схроне было. Его разминировали, тоже возбудили это дело, установили, кто это все сделал. То же самое было и в Красном Яру. Оружие находили, боеприпасы, работали с теми диверсионными группами, которые проходили через Красный Яр, через Вергунку. Мы реально думали, реально надели, что вот-вот будем в Луганске. Но технику не давали, люди, военнослужащие к нам не приходили. О том, что происходило на той стороне, со стороны новостей Георгиевки, мы реально не знали. Нам это все сообщали отрывочно, в таком контексте. То есть мы не знали, наступают наши, окопались наши там. Мы больше даже узнавали о тех пленных сепаратистов, которых мы ловили. Мы от них узнавали, что там наши уже полностью закрепились на Лосетловке. Что там батальон Найдарский, они это тоже все знали, нам говорили, рассказывали. Мы надеялись, что мы будем уже в Луганске. Надеялись, что уже где-то, может, к концу сентября, октябрь уже Луганск полностью зачистим. Для этого были все силы и средства. Но потом в один день поступила команда. Мы оставили Луганск, оставили Веселую Гору, оставили Георгиевку, Утугина. Почему это произошло, я не знаю. Но счастья не оставили? Нет, счастья не оставили. Счастья не оставили. Но если вы помните те события, сразу, когда наши войска вывели, вывели их на очень, скажем так, далекое расстояние. В счастье была реальная паника, реально все закрылось. Мы приехали в счастье с Веселой Горы и дальше счастья не поехали. Мы сказали, что мы будем останемся здесь. У нас тогда было порядка 40 милиционеров, плюс батальон Найдар. И с нами тогда было, это в первую ночь, когда сепаратисты хотели наскоком, нахрапом зайти в счастье. И были с нами 80 экипажей. Пацаны тоже не уехали. Мы приказа четкого не получили, потому что было вот так. Разлад, что Таня, никто не знал. А как местные, вот вы пришли в Луганск, как местные вас воспринимали? Я скажу так, когда мы зашли в Красный Яр в прошлом году, реально Красный Яр, Вергунка, аптеки не работают, магазины не работают, инфраструктура вся разбита полностью, воды нет, вода в одном месте, электричества нет, света нет, газа нет. Мы когда зашли, мы, конечно, были в шоке от увиденного, потому что как бы там мой родной город, потому что люди реально тени, люди голодные. То есть люди, когда мы приехали, мы не просто зашли, мы заехали, мы привезли с гуманитарной помощи в тот же день. Когда туда заехали, мы привезли гуманитарную помощь, мы тогда открыли отделение милиции, жертвового района, там, которое находилось, мы начали его восстанавливать тогда. Сразу составили списки на гуманитарную помощь. Нам сначала показалось, что там порядка 200 человек, всего осталось, но в том, как оказалось, людей было гораздо больше. То есть люди прятались, люди там, это зона, такая курортная, местная курортная зона, там много профилакторий в Советском Союзе осталось, санаторий, например, лагеря, где люди реально жили. То есть люди реально, спасаясь от сепаратистов, они реально там, у них уже как общины были. И сами понимаете, без денег, без ничего, без еды было тяжело. Поэтому, конечно, когда начали раздавать гуманитарку, когда люди поняли, что Украина к ним нормально относится, то есть что мы не фашисты, тем более, когда те же ребята, да, с батальона Киева-12, да, и мы, люди говорят, а ты ж, они слышат меня, многие знали меня по работе в Луганске, говорят, а ты ж луганчанин, то есть вы ж луганчанин. Это же, да, вот со мной, я говорю, луганчанин. Для людей, конечно, было, как бы, ну, сначала они не верили, потому что есть люди из Луганска, которые стоят на стороне Украины, то есть все считали, что вот, там фашисты, тут непонятные праведники, тут коммунисты, комиссары, там непонятно что. То есть вот так было, как бы, быстро поменялось мнение, а нас, то есть... Может быть так вот, что когда... Вот все делают сейчас для многих огромную проблему, как, если, ну, не если, а когда мы это видим, как с этими людьми разговаривать? Вот те люди с оккупированных территорий, вот это может быть проблемой, или это люди, которые, вот они поймут, что здесь украинская власть, ну, значит, окей, пусть будет украинская власть, лишь бы не стреляли. Понимаете, за год, за год, мы, конечно, много... Много не сделали, да. Во-первых, мы не отключили эти каналы, эти Life News, Луган-24, вот, находясь в станице, вот уже более, сколько, с декабря месяца я там, там только два канала работают, Луган-24 и Life News. Вот если я посмотрю, если у меня время посмотреть Луган-24, там, в течение двух-трех часов, все, ты смотришь, и другого просто не видишь. Ну, там постоянно, там вот эта вот, какая-то социальная реклама, вот, наши там деды, отцы там победили, вот мы все разобьем хунту, разобьем фашизм, ну, полный бред. У меня дед так же воевал, так же участвовал в Великой Отечественной войне. Я думаю, большой проблемы не будет в общении с этими людьми, вот, они все равно видят, что происходит. Просто, крайне, надо больше делать просто для этих людей. Мы не делаем для тех людей, которые выехали. Вот у меня много людей, которые выехали с Луганска, да, и они, реально к ним, такое вот сейчас отношение, тем более, вот по прошествии года, они никому просто не нужны. Они мне звонят, вот я с ними общаюсь, у кого есть возможность снимать жилье, тот снимает жилье. Я знаю одного человека, который был преподавателем, он сейчас метет улицы. Ну, как бы ему тяжело, но он все равно, он что-то делает, что-то как-то пытается заработать. Просто Украина отвернулась от этих людей, от детей, от людей. А где ваша семья находится? Моя семья находится в Николаевской области сейчас. Ну, как они устроены? Как устроены? Ну, устроены они, отправляют зарплату свою, благо, что тут повышенная зарплата, чуть-чуть больше, чем везде. То есть они фактически живут за вашим? А никто, никто не помогает уже. Первоначально? Да, снимают квартиру там. И кто там в квартире? Родители, вместе с родителями, вот, полностью у нас две-три семьи в одной квартире, одна комната не живет. И, если еще год назад кто-то помогал, как-то, кто-то делал, кто-то в этом участие принимал, сейчас, как бы, эти люди вообще не нужны. Много знаю бойцов и с МВД, и с батальон «Айдар», и с других подразделений, которые именно с Луганска, с Луганской области, которые уже более годно находятся здесь, воюют. И дети реально не обустроены. То есть, каждый решает свои вопросы индивидуально. А вы поймите, как бы, мне тяжело, находясь здесь, бывают, там, по неделе, по три, по четыре дня без связи, просто, просто без телефонной связи, какой-то вопрос решить и с кем-то. С кем? Я не был никогда ни в Николаеве, ни в Херсоне, ни в Житомире. С кем мне решать, как, кому мне обращаться, как подходить. Поэтому тяжело. Они зарегистрированы, так же, как и я, как переселенцы. Они там зарегистрировались, я здесь зарегистрировался, потому что дальше я не выезжал, дальше Сватова. Я зарегистрировался здесь, на территории Украины. Как вы выезжали в последний раз? Наверное, месяца четыре назад. Буквально три дня и вернулся обратно сюда. Как бы тяжело, да, а плохо, что это представительство не понимает. Тем луганчанам, которые оставили там все и остались верны присяге, остались верны своему внутреннему убеждению, что Луганск это Украина, им гораздо тяжелее, чем остальным людям. Поэтому как-то помогаем, как-то созваниваемся, пытаюсь тоже отсюда как-то тоже другим людям помочь, которые так вот остались, так же, как и я, без дома. Вопрос о демобилизации. Он для вас вообще актуален? Демобилизация? Ну, я не знаю. Я вот общаюсь здесь с ребятами, тут уже сколько прошло демобилизации, да. Многие хотели бы здесь остаться. Многие бы хотели даже защищать Украину. Но не устраивают условия контракта. Контракты прописаны так, вот с ребятами общался, что реально не понимают суть контракта. Плюс многие жалуются на задержку зарплаты, на отсутствие обеспечения со стороны ССУ. Украины. А вы будете демобилизовываться? Нет. А почему? А? Почему? А мне надо Луганск, у меня дом там. Мне надо, чтобы Луганск был украинским. Ну, что это... Просто в 92-м году я служил на границе с Приднестровьем. И видел, как это все начиналось там. Вот оно практически начиналось, как и здесь, в Луганске. И люди там, Приднестровь, тоже это все там поддерживали. А теперь, вот сколько уже лет прошло, да, и Приднестровье лучше не стало. То есть... Не надо нам такую серую зону на Украине. Если мы хотим в ЕС, если мы хотим дальше двигаться, развиваться, у нас не должно быть здесь войны. Сначала Донбасс, потом Крым. Все вернем? Вернем. А что будет в этой войне победой? Не, ну, у нас, как бы, если кто-то сомневается, что у нас тут есть враг, то у нас есть враг, у нас Россия враг. Вот, с августа того года, я, в принципе, понимаю, почему, как бы не было принято решение, может, заходить в Луганск, хотя надо было принять, и надо было зайти в Луганск, а потом уже дальше, как-то там, оно продолжалось уже, не знаю, конечно, как. Зашли в российские войска, реально. Мы что-то помним тогда, и 3-4 сентября обстрел со стороны России со смеричей Дмитриевки Победы, который находится за 80 километров от Российской Федерации. И то же самое происходило в Красном Миру, и в станице, когда к тебе прилетает смерч. Вот. И я вам скажу так, на начало войны, на начало всех этих действий, в Луганске было 3 танка. Два танка, постамента, это в ремонт Первой мировой войны, они стояли на улице Карла Марца. Вот. И один танк Т-34 с рабочим двигателем, но без рабочей пушки, он стоял на постаменте на Острой Могиле. Все. Сейчас вот более 100 танков, больше 100 единиц за последний месяц насчитали. Это только танков, плюс всей остальной техники. В Луганске этого ничего не было, и всем понятно, куда оно берется. Поэтому мы реально здесь видим, кто у нас враг. А можно договориться в этой ситуации? Я вам скажу так, если бы не было российских войск на территории Украины, мы давно просто договорились. Те люди, которые взяли оружие год назад, половина уже мертвы. Это луганчане. Из них часть людей уже оружие бросили. Они уже разочаровались в этом во всем. Часть людей уехала в Россию. Часть людей уже была задержана нами. привлечена к суду. Поэтому там осталось именно коренных луганчан из Луганской области очень-очень мало людей. Просто нужда и голод сейчас их заставляют брать оружие в руки. Почему? Потому что кроме ополченцев и так называемой у них милиции, полиция у них милиция это как военизированная считается, а полиция это как бывшая милиция. У них никто не ест и не пьет и зарплату реально не получает. Людям просто они вынуждены прокормить свои семьи и идти туда. Вы там с кем-то общаетесь? Да, общаюсь. Общаюсь, знаем все. Знаем сколько частей, какие российские части заходят, когда уходят, где они фотографируются, на каких памятников, что вывозят с собой. Все знаем за всех. Всех афизичен, всех. Еще плохо, что у нас плохо, считаю, что каждый человек, который сюда приехал с нами воевать, он должен быть афизичен и должен быть везде, то есть на всех сайтах, в интернете, официально должен быть объявлен в розыск, то есть, чтобы другие люди, видя, что его товарищ с Киргизии, или я не знаю, откуда он там, с Татарстана, Бурят, Якут, приехав сюда, он его узнал, а он реально в розыске, реально за то, что он совершает военные преступления. Вот если это будет, люди это будут видеть там, в России, и они сюда не будут ехать, потому что не надо никому сюда приехать, месяц-два повоевать, заработать, как они им там обещают, 8 тысяч рублей в сутки, естественно, этого не платят, какую-то копейку, а въехать туда и жить дальше. Никто не поедет сюда воевать. Зачем? Чтобы вы всю жизнь тебя искали, всю жизнь быть в розыске, чтобы потом с этими деньгами даже с Россией не уехать. Как вы относитесь к тому, что жизнь, в принципе, продолжается там в Харькове, в Киеве, люди зачастую, в общем, это же проблема для многих ребят, которые приезжают в отпуск, видят все это, возвращаются немножко к ним понимание. Не, ну жизнь должна быть, а как мы должны, что вся страна должна быть в камуфляжах и с окнами крест-накрест. Не, ну много людей сочувствуются и переживают, вы приезжаете сюда и сочувствуются и переживают, много волонтеров сюда приезжают, много переживают в интернете, туда не ездят. Я считаю, что это должно быть, страна должна жить, страна должна развиваться, да, те, кто готовы здесь воевать, они должны быть здесь и погасить этот конфликт, Украина должна встать свои границы, пределы своих границ, как это было раньше, но страна должна идти в Европу, если мы все будем думать и переживать, а кто-то будет работать и что-то делать. Я же тоже воюю, я же хочу жить в европейской, цивилизованной стране, а что ж я буду тут воевать, а потом придумаю у меня там то, что было раньше. Ну а как вы считаете, сейчас много изменилось? Вот прошу. Вы знаете, я не вижу, я не вижу, я не вижу мирную жизнь. Проблема в том, что я очень мало ее вижу. Я вас расстрою, не очень. Почему так много волонтеров? Вы думаете, почему? Потому что здесь все понятнее. Да, здесь все проще. Здесь сразу видно врага, там его не видно. Там он может сидеть, чем-то непонятным заниматься. Ну, я скажу так, у меня буквально неделю назад заболел сын, и жена возникла необходимость приехать ей в больницу. Она приехала в районную больницу, там не было специалиста, и пришлось ехать в областную детскую. Как бы ситуация серьезная, и требовалось срочное обмирательство опытного врача. Ну, когда увидели, что переселенка, ну, так, вот так. То есть денег у нее нет, чтобы заплатить за врача, чтобы там что-то дать. То есть она попросила назначить УЗИ. Вот так. Ну, то есть переселенка. Не выгнали, нет. Ну, и отношения вот такое вот было. То есть ничем не помогли. Вот это вот плохо. Вот это вот обидно просто. И все вот так вот получилось. И она ушла. А сейчас как? Да ну, сейчас нормально. Обратились к сотрудникам батальона Святой Николаевской области, с которыми мы здесь были. Которые были в Гутугино, в Георгиевке, да, которые с Николаевской области. Ребята позвонили, помогли. Ну, это надо было так вот именно сделать. То есть зачем это надо было сделать? Почему у них здесь нормально, а не сделать это сразу? Включается, боевое братство спасает и там. Да, помогает. Нет, ребята, кто... Я скажу так. Многие ребята, кто здесь побывал, они сейчас реально оказывают волонтерскую помощь. Сами становятся волонтерами. Даже с того божьего батальона с Киев-12 ребята. То есть... Они видят то, что здесь надо. Когда закончится война, чем будете заниматься? Чем буду заниматься? Поряду работать в анти-технический центр какой-нибудь, который будет создан. Потому что, я вам скажу, что сепаратизм не закончится, даже если война закончится здесь. Вот это зерно-сепаратизма, посеянные здесь, они будут дальше культивироваться, развиваться. Потому что ряд людей из Херсонской, Одесской области, вот общаются с ними по интернету, да, там... Не понимают этой ситуации, то, что здесь происходит. Вот он мне пишет там, с Одессы, там живет, я там живу, ну, какая они улица, в двухкоматной квартире, вот. И он полностью поддерживает сепаратизм в Луганске, и все. Я ему пишу в интернете, говорю, ну, ты когда пишешь, ты вообще что-то думаешь, вот. Я тебе предлагаю ключи от трехкомнатной квартиры в центре Луганска. Дай мне свою двухкомнатную на окраине Одессы. Проезжай, живи. Проезжай лично сюда, проезжай, живи. Мы можем с тобой встретиться где-то здесь, вот, рядом с Луганском, передать друг другу ключи, документы, все. Я с удовольствием буду жить на окраине Одессы, в двухкомнатной квартире в твоей разваленной, хрущевке у него. А ты живи в моей новой стройке, в трехкомнатной в Луганске. Не хочет, понимаете. Но по интернету, вот это все, разносить эту всю заразу. Я говорю, ты понимаешь, ты людям, которые здесь, больше приносишь страдания и горя, чем все остальные. А почему? Потому что ты в Одессе пишешь, Одесса поддерживает Луганск, Одесса это Новороссия. Сидят в России, 5, 10, 20 пользователей, видят тебя, простите за выражение, дебила, который ничего не знает, а просто пишет. И реально думает, Одесса это тоже Новороссия. Херсон это Новороссия, Николаев Новороссия и все остальное у них тут Новороссия. И начинают собирать оттуда гуманитарную помощь, непонятную, какую гуманитарную помощь. Они что, людям продуктами помогают? У меня родственники там, в Луганске, ничего не получили. Ничего не получили. Мы перед Новым Гоном, через станицу, еще не был разрушен мост, 84 машины за 3 дня прошло. Фур длинных, Красный Крест, помощь. Я звонил и спрашивал, сколько получили. Никто ничего не получал. Разрушались все в магазинах Плотницкого. На базы, на склады, ополченцев все повезли. Простил людей, прям встречать на окраине Луганска, на 50 лет октября. Люди на двух машинах приехали, ездили за фурами, смотрели, где разрушаются фуры. Естественно, подняли вопрос перед гуманитаром, перед всеми, а какая же это гуманитарная помощь? Кому же мы помогаем, если ее не раздают. Тогда потом ограничили эту гуманитарную помощь. Начали по-другому. Но это же было, понимаете, мы же это не отслеживаем. Мы же реально понимаем, то, что мы туда даем, оно все людям не попадает. Так оно и сейчас, я так понимаю, не попадает? Ситуация тоже не особо изменилась? Ну, я вам скажу так. Покажите мне гуманитарную помощь, я вам через сутки сделаю фотоотчет о том, в каком она в магазине лежит и по какой цене. То есть вот, мы делали так. Мы, когда останавливали машину, мы фотографировали эту гуманитарку. Набор продуктов, фабрики, кто-то делал. И потом это все, мы люди, которые остались там, они мне это все снимали с ценниками в магазинах. Причем оно стоит. Вот это как гуманитарная помощь в Луганске. Кто на этом наживается? То же самое касается лекарств и всего остального. Это не только еда. Армия, армия как-то поменялась? Та, которая была в самом начале, сейчас. Есть тенденция? Положительная. Я скажу так, что многие... И какая она должна быть вообще наша? Вообще она должна быть профессиональной. То есть многие руководители, кем, которые это не безразлично, уже сейчас поняли, сейчас это уже видят. Вот. И пытаются сейчас солдат обучить. То, что было год назад, человека от Сахи взяли, дали автомат, хорошо, что дали форму, хорошо, если дали бронежилеты, каску, могли не дать. Могли без бронежилета и без каски быть. Тут давали. Потому что у нас даже на тот период времени люди, которые были на блокпостах, на нулевых, они были без бронежилетов и без касок. То есть мы, зная, что у него нет и зная, что ему надо заступать на 8 часов туда, мы свое отдавали с указом бронежилетов. Потом он приходил и так вот менялись. А вот есть сейчас такая тенденция нехорошая, когда люди, чтобы не пройти иллюстрацию, вернее, чтобы не пройти иллюстрацию, приезжают сюда, на одинек. Да, приезжают в Севродонецк, на Вайдар, да, ставят себе командировку, чтобы были в станице в трех избе и едут обратно. Это тоже есть и сплошь и рядом. Получают участников гораздо быстрее, чем у пацанов, которые реально там год от воевают. Это тоже есть, да. Я знаю, что... Да, есть это такое. Как вы к этому относитесь? Да плохо, конечно, относимся. Я за год войны, я вам так скажу, я не видел здесь ни одного сына прокурора, ни одного сына судьи. Вот как-то их не мобилизуют, не призывают и сами они сюда тоже не приходят. И вот с кем не общаюсь, там, с батальоном Вайдар, со всеми, с семнадцатого, с двадцать восьмой, с восьмидесятого. Ребята, у кого просто подразделение есть сын судьи, мне просто хочется найти единственного сына судьи с Украины, который здесь воюет, который настоящий патриот, сам добровольный, или может его мобилизовали, папа не стал его там откупать. Но нету ни одного такого, ни сына прокурора, ни сына судьи. О чем мы говорим? Где же там прокурорские батальоны, дальше комендатуры, функции комендатуры, они не вышли, которые говорили. Тех же военкомов, которых по указу президента направлялись сюда. Где они останавливались? В Старобельск, в Северодонецк, в Новоайдар. Кем они были? комендантами. Им давали роту, две охраны, их тут охраняли. Им тут страшно было. Когда война была за 40, за 50, за 100 километров от них, им тут было страшно. Они получали здесь быстрее всех участников боевых АТО, ехали к Север обратно, сейчас до сих пор военком. Я общался с этим таким. И говорю, вот если бы ты, говорю, и общался с теми людьми, которых он мобилизовал. Вот так вот получилось. Он потом сюда их мобилизовал, а потом он сюда вынужден был приехать. И общался сначала с этими парнями, которые были на передаве, а потом с ним. Я говорю, ты кого мобилизовал? Ну там реально, один, ну, другой больной. Но они же не отказывались. Да, люди не отказывались. То есть, они же могли на это, говорит, сослаться. Я говорю, вот я бы тебе, вот так вот, вот этих 300 человек, которые ты мобилизовал, дал бы тебе их батальон, был бы ты комбатом, и поехал бы ты в Дебальцево у меня. Я посмотрел бы, как бы ты проводил бомбилизацию в следующий раз, если бы выжил. Ну, он побыл тут месяц или два, уехал к себе в область, сейчас уже областной военком, участник боевых. Он и тут нормально, сейчас чувствует. Он проехал сюда на джипе и уехал на джипе. Он нормально. Можно сказать, чем вы занимаетесь сейчас? Ну, скажите. Ну, расскажите. Чем мы занимаемся? Наша, наша задача, это не допущение сюда, закуда, диверсионных групп, установления лица, офисичивания лиц, которые сюда уже попали, которые их сюда внедрили, которые зашли как со стороны Российской Федерации, как и с неподконтрольной нами территорией и ведут активную подробную работу против Украины. То есть, это разведка? Ну, можно сказать и так. И вот эта проблема с опубличиванием лиц, с опизичиванием лиц и распространением информации, для вас она не больная? Я считаю, что каждое лицо, которое установлено, оно должно быть физическое, то есть, должно быть сразу. Мы не должны это скрывать. А у нас какая-то там какой-то идет скромная информация, укрытие, избежание гласности, общественности. Зачем? Если бы мы установили 25 бурят из села Калмыковка, которые воют против нас, почему мы о них молчим? Почему эти буряты должны здесь повоевать, из 25 должно 10 вернуться и 10 себя чувствовать нормально? Почему они должны здесь? Они не должны чувствоваться нормально, в своей жизни должны чувствоваться нормально. Мы должны их офисичивать, чтобы потом, в будущем задерживать и если на территории Украины наш суд, чтобы Галактический трибунал мог их просто осудить как военных преступников, каждого командира. Мы не должны были отсюда выпускать Гиркина, который сейчас сидит в Москве и, извините, там направо-налево расскажет, какая Украина там плохая. Он должен был остаться здесь, либо в земле, либо в суде. Да, вот по поводу пленных, у вас есть понимание, как с ними там обходятся и что вообще? Да, там мы знаем, как обходятся и они так с ними обходились. Плохо обходятся с ребятами, там очень плохо. И не только с пленными военными, и с гражданскими. С гражданскими тоже очень плохо. Многих людей просто нет в живых. Я знаю, просто многих людей, которых уже год их нет в живых. Они просто без вести, в канули. Никуда. И вот семьи, вот уже, да, мало говорят. Потому что нет подтверждения, что они погибли. И сколько реально пропавших без вести, ну, хотя бы порядок понимать? Я вам скажу так, если мы будем знать точное количество погибших, да, ну, если там, там, как они говорят, 40 детей погибло, там, и там, около 7 тысяч населения, то вот без вести пропавших умножайте на 5 сразу. Сразу умножайте на 5. Потому что очень много. Еще тогда, еще в самом начале уже пропадали люди. Продолжение следует...